в понятие приема как конституирующего принципа литературной формы и распространив его действия на историю в целом и собственную биографию, Шкловский сам превратился в прием, совпав с разработанным им самим формальным строем литературного письма. При этом драма этого внутреннего движения к автоимитации и автостилизации была связана с тем, что это движение означало не что иное, как автоматизацию приема. То есть то, что сам Шкловский определял как утрату художественной формы и своей эстетической функции. Если применить судья Шкловского разработанный им же понятийный аппарат, ее можно описать как постепенную автоматизацию приема-остранения, взятую за основу собственного жизнестроительства. Я заканчиваю. Если первая автобиографическая книга «Революции и фронт» 21-го года заканчивалась словами «Еще ничего не кончилось», то третья фабрика 26-го зафиксировала по словам злого, но проницательного Георгия Адамовича начало конца, начало полного крушения. Однако можно отметить, что историческая уникальность Шкловского состоит в том, что ему удалось продлить это крушение еще на 60 лет. Сентиментальное путешествие революционного субъекта приводит его на фабрику по производству новой советской идентичности. При этом сам Шкловский продолжает манифестировать творческий характер негативности, диалектически деформирующей индивидуальную субъективность. Как он пишет, изменяйте свою биографию, пользуйтесь жизнью, ломайте себя о колено, призывает Шкловский своих читателей и учеников в третьей фабрике. Но внешний императивный характер этой необходимости заставляет его по-новому осмыслять отношения между внутренним и внешним, между свободой как утверждением абсолютной субъектности и свободой как признанием позитивного характера внешнего давления. В попытке перевести это внешнее давление на прежний революционный язык сопротивления материала, предъявляемого как момент необходимый для возникновения затрудненной поэтической формы, только теперь уже не мира, но субъекта, можно увидеть и попытку рефлексии над природой нон-конформности субъекта как такового, и одновременно конформистскую попытку недавнего революционного субъекта рационализировать собственное поражение перед лицом нового политического и культурного режима. Одновременно в этом можно увидеть и стремление извлечь из этой ситуации творческий стимул к самообработке, иными словами стремление переописать ощущение собственной деформации под действием внешних процессов как свободный выбор, как не только неизбежную, но и необходимую часть процесса субъективации. Спасибо. Илья, скажи, пожалуйста, вот этот очень интересный доклад, спасибо большое. Насколько ты думаешь, стратегия Шкловского была уникальна? В социологическом плане она как-то имеет значение, или это чисто такая индивидуальная история, которая больше ни к чему не применима? Ну, естественно, как бы перейдем на язык каких-то социологических рамок. Ну, как бы мне сложно, мне кажется, что, ну, скажем так, для, скажем, ну, как бы для сайтового интеллектуала, ну, в таком отвлеченном, да, закороченном смысле, это стратегия, которая позволяет выстроить субъект в пространстве между собственными текстами, выстраиваемой теорией, да, и, собственно, как бы историческим контекстом, ну, вот была, ну, как бы одним или, может быть, единственным возможным способом, как бы вот этого, ну, как бы вот конформного соотношения с реальностью. Я вот, ну, как бы попытался чуть-чуть так, ну, конспективно, да, указать на еще одну стратегию бахтинскую. То есть тут можно просто, возможно, да, выстраивать какую-то типологию вот этих, как бы авторских стратегий субъективации в диапазоне от, ну, как бы вот от того, как делается акцент на, там, например, на тексте и вот о литературе вне себя и превращение себя в некий, как бы, фиктивный персонаж, который, в этом смысле, окажется неуязвимым, потому что, как бы, он одновременно есть и, ну, да, как-то, не знаю, в фильме «Джентльмен удачи», да, персонаж, который играет крану, говорит, как же ты его посадишь, он же памятник, да, ну, вот. До, значит, например, ну, как бы, там, не знаю, ухода от авторства, там, не знаю, приписывания авторства, там, кому-то другому, там, и так далее. Так что, мне кажется, что, ну, как бы, в общем, ситуации, ну, как бы, такого интенсивного давления, да, ну, как бы, вот, тексты и теории, неважно, как бы, документарно, то есть, историческая, теория, там, знаете, типологическая, литературная, может быть, физическая, да, как бы, оказывается каким-то пространством, в котором, как бы, тело, не так далее, авторское «я», да, фиксируется, как бы, тоже довольно интенсивно, и это, соответственно, является этим способом взаимодействия с временем. Я немножко только добавлю, буквально, свой комментарий. Мне кажется, что, действительно, да, эта стратегия не уникальна, в принципе. Каждый писатель, каждый интеллектуал, кто жил в то время, учился по-своему использовать вот эту вот стратегию субъективации. И здесь просто приходит на ум очень характерный пример, который тоже связан с идеей остранения. Это, конечно, Михаил Зоченко. Вот и ещё одна идея. Вот ты говорил всё время о растворении в тысячах идентичностей, что-то в этом роде, да? А ведь есть же ещё одна вещь, которая, ещё одно понятие, метафора, которая использовалась до, скажем так, изобретения этого термина идентичности, применялась очень активно, как в логативном, так и в положительном смысле в СССР. Это идея маски. В чём обвинялись Зоченко? В том, что он носит маски. Но надо сказать, что ведь эта же идея, она носила и положительный характер изначально. Ещё Илья Груздев в 1922 году тоже, что характерно, говорил о том, что нам больше масок, больше масок. То есть писатель должен иметь как можно больше масок, и тогда он будет успешен. Зоченко это сделал. Он превратился в маску своего вот этого вот рассказчика, тысячи рассказчиков, потерпел неудачу. А потом решил говорить только о себе перед восходом солнца. И снова неудача. То есть как бы вроде бы путь тот же самый, но у него ничего не получилось. А у Шкловского более-менее не получилось. Хотя как мерить успех? Вот я бы тоже про неудачность, как бы тут я бы не... То есть я вот не решился бы выносить подобного рода оценочных суждений. И возвращаясь к метафоре маски, я, собственно, тоже, когда я говорил об имитации, призываю к тому, чтобы лишить эту метафору тех коннотаций неподлинности, эффективность и так далее, как, скажем, это предлагает делать там Фицпатрик, да, концептуализируя маску как, вот, значит, некую личину, за которой, как бы, находил некое безопасное убежище, некий настоящий истинный советский субъект, да, прикрываясь разными масками, с помощью которых он выстраивал свои, как бы, negotiations с вот этим контекстом. Эти маски и, как бы, и были, собственно, разными формами субъективации этого советского индивида, да. Спасибо большое. Ну, очень интересно. И именно потому, что модель Шкловского очень хорошо описывает множество моделей 20-х годов. и вообще даже 20-го века. Поскольку, если нет внешних оснований в виде природного, культурного, божественного, сущностного, субъективного, там, индивидуального, то как работать, да? Тогда получается, что субъект становится субъектом становления, и у него нет никаких оснований, да, он проходит через маски, через ломку об колено, через автоматизацию приемов, и это какой-то замкнутый круг, в котором как раз и содержится та самая проблема, когда, там, функция порождает объект, и это непрерывно происходит без оснований. И вот, значит, у меня два вопроса. Один вопрос про остроумие 20-х годов. Если... Про... Вы говорили о концепте остроумия у Шкловского. Значит, если случай Зощенко, да, с гетерогенными объектами, двусмысленными персонажами, не остроумен, вроде так я поняла, то, значит, что остроумно? Остроумно там замятинское мы для него. То есть, остроумие – это какой-то большой проброс невозможного проекта. Проброс? Ну, создать невозможный проект, вот такой вот, типа, сломать об колено, это требует остроумия. То есть, остроумие тогда поворачивается, вот, как бы, диаметрально противоположным концептам. Ну, и вопрос, насколько вот вы, я повторяю, предыдущего спрашивающего, насколько генерализуется вообще в вашем представлении вот эта стратегия Шкловского? И как он соотносится с романами «Становление», с Ерпионовыми братьями? Ну, что касается остроумия, значит, ну, в принципе, из Апоязовской литературной теории тоже может быть реконструирована как бы некая эксплицитно ими не сформулированная теория остроумия, которая довольно похожа по своей механике на ту теорию остроумия, которую Фрейд создает, что это как бы такое короткое замыкание между далекими семантическими видами, которые позволяют преодолеть это различие и от этого эффекта, значит, от этой экономии психической энергии возникает вот этот выброс какой-то освободившейся энергии. Соответственно, остроумия – это возможность активного вторжения субъекта в исторический материал, который позволяет ему монтировать эту реальность, исходя из своей вот этого революционной творческой воли. Вот. Но при этом сам этот материал, да, он должен, а, сопротивляться, да, соответственно, эти различные ряды должны сохранять свое, как бы, свое различие, свое гетерогенство. Значит, если они потеряют, да, вот это, как бы, это свое различие, да, то мы просто будем комбинировать элементы, которые, между которыми нет никакого напряжения. Это вот, как бы, то, что он, да, определяет, как эклектику. Вроде бы, окей, можно монтировать, да, вот тут, как бы, значит, там, не знаю, ампир, вот тут такая икеевская мебель, да, но вот, но никому не смешно, да. Но вот это, как бы, знак вот такой постсоветской, значит, империи, да. Ну, вот, икея плюс отреставрированный ампир. Ну, вот. Вот, соответственно, вот, остроумие, это, ну, как бы, знак возможности, ну, как бы, знак исторического движения, когда эти, как бы, разные итыски ищутся друг с другом, это скрещение происходит в связи с каким-то усилием субъекта по этому скрещению, вот возникает такой дефект, когда все становится просто, как какой-то россыпью каких-то мозаичных элементов, из которых можно создавать любые панно, да, для остроумия не остается места. Точно так же, как для него не остается места в ситуации, ну, такой, как бы, вот, жестко структурированной монологической картины, ну, как вот, например, да, в Замятинском «Мы», где, ну, если возникает остроумие, то он возникает только в моменты, как бы, этого пародийного остранения повествователя, да, той картины, которую он описывает, да, как пишет, ну, собственно, да, повествователь Замятинского «Мы», да, он начинает писать героическую поэму, прославляющую, да, великое единое государство, а у него вдруг получается, вот самое, отмечать, какой-то авантюрный, там, приключенческий, любовный роман, да, ну, вот, как бы, взрывается тот жанр, с которого он начинает свои записки, да, этот вот повествовательный супер. Ну, вот, как вот это вот деформирующее, деконструирующее остроумие, связанное, опять же, ну, как вот, вы заметите, да, с пародией, это как бы пародия на поэму, прославляющую великое государство, вот пародия, которая тоже, если вспомним, там, раннего Денианова, там, 18-го года пародия у формалистов тоже есть, собственно, фундаментальный принцип самого исторического движения, да, а не через пародию, если бы, историю литературы. Вот, ну, это, значит, что это настроение. Второй вопрос, ну, да, я просто, как бы, готов еще раз, ну, согласиться. Мне кажется, что, ну, пример Шкловского вполне, ну, как бы, ну, можно описать, он, как бы, с одной стороны, он, как бы, яркий, да, ну, вот, в силу того, что он не просто эти стратегии практикует, но он над ними еще и рефлексирует, как бы, он атинотизирует, да, в этом смысле, он практически всю работу за будущим исследованием уже проделал, да, как бы, Шкловского в этом смысле, опять же, невозможно спародировать, да, вот это, как бы, делает, ну, там, ахант Santi как удачно, Шкловский неtagому спародирует, поскольку Шкловский сам себя, как бы, постоянно прорадивает, ну, вот, и этим, как бы, тоже, опять же, ускользает от, возможно, какие-то, пародии, да, Потому что он уже сам себя разоблачил. Это яркий пример, но с другой стороны вполне парадигматичный мы можем на основании этой модели, которую Рашковский и использует, и обнажает, читать и других персонажей 20-30-х годов. Галя, привет. Привет. Илья, спасибо большое. У меня два вопроса. Первый, описывая биографическое и прагматическое движение Шковского вдоль трилоги, где ты описывал разные опыты, но говорил в принципе об одной конформной стратегии имитации. Добавив впрочем, что на выходе он имеет Шковский тактику стилизации. С твоей точки зрения, до какой степени гомогенная оказывается эта стратегия? Меняется ли она в ситуации тех или иных прагматических выборов? Потому что где-то ты говорил о разрыве, где-то ты говорил о напряжении и растяжении. Это первый вопрос. А второй, в 80-е годы 20-го века литературный переход добрел до моих коллег по цеху, до психологов. Они начали говорить о нарративной природе. Продолжение следует...